Идёт запись Сегодня я расскажу, как любитель в 2023 году может рассчитывать акустические системы Если рассчитывать их на таком уровне, как это делается настоящими инженерами-разработчиками Ну или давать курс подготовки студентов университета по расчёту акустики То здесь придётся довольно большую математическую и физическую базу применить Чтобы с полной глубиной осветить эти вопросы Но на любительском уровне всё это не нужно Достаточно освоить несколько простых концепций Понять требования, которые необходимо выполнять при расчёте акустики И основной расчёт можно производить в программах моделирования Без использования сложных форм, понятий и математического и физического аппарата А просто подгоняя характеристики модели, получая нужные графики Конструирование на таком уровне основными вещами, которыми мы регулируем Регулируем являются графики АЧХ, АЧХ, диаграмма направленности и некоторые другие характеристики колонок И мы в программе моделирования подгоняем вид этих графиков в результатах моделирования Под нужные для хорошего звучания колонки Как правило, ровно АЧХ, согласование фазы и некоторые другие Я сам занимаюсь конструированием уже примерно 10 лет И использует подход То есть я настраиваю графики И на выходе получается хорошо звучащая акустика Определений АЧХ, АЧХ и других концепций, которые я буду здесь демонстрировать, обсуждать Я не буду давать, потому что в основном всё это хорошо описано в Википедии В других источниках интернета, справочниках, учебниках Я именно делаю упор на то, как я ими пользуюсь для получения практических результатов Для того, чтобы получить результат, достаточно знакомства с этими концепциями на базовом уровне Не нужно глубоко знать, что такое АЧХ, что такое ФЧХ, как она получается Преобразование Фурье, вот это всё, это не требуется Мы рассмотрим этот путь сперва на простейшем На простейшей задаче Расчёт объёма закрытого ящика для некоторого динамика Возьмём динамик 100ГДШ-65 Я этот динамик широко использую уже много-много лет Он позволяет построить акустическую систему недорого и вполне с интересным звуком Для многих даже будет это вполне достаточно для прослушивания музыки Вот программа «Speaker Box Lite» Она существует версии для мобильного телефона, а также в интернете можно рассчитывать Мы выберем динамик непосредственно из базы программы Она содержит необходимые параметры очень большого количества динамиков Сейчас попробуем найти 100ГДШ-65 Вот он есть, 100ГДШ-65-8 Кстати, я предпочитаю по возможности конструировать акустические системы с номинальным импедансом 8М Но не 4, потому что 8М это более универсальный импеданс С ним могут работать практически все усилители И в целом усилителю проще работать, когда импеданс колонки выше Когда импеданс колонки ниже, то можно снять с некоторых усилителей большую мощность Но на качество это сказывается отрицательно иногда Итак, вот я выбрал в базе динамик 100ГДШ-65-8 на ЭМО И теперь жмем «Рассчитать короб» Мы попадаем в следующее окно Значит, динамик выбран Тут показаны параметры его Но они нам сейчас не потребуются Мы будем сразу рассчитывать оформление просто по графику Не обращая внимания на параметры телесмола Просто будем подбирать объем и смотреть результат Вот Какой критерий того, что объем правильно выбран? Это определяется на выходе Просто плоским графиком ОЧХ и полосой желательно ниже То есть, чтобы график был плоский и распространялся ниже Производители обычно указывают полосу частот акустики Например, от 40 до 20 000 Гц И вот нам нужно вот эту цифру 40 условную опустить пониже Насколько это можно Единственное, что я хочу сказать, что Я лично использую не минус 10 дБ, а минус 3 дБ Как точку определения нижней границы на ЧХ Потому что, ну, это Скажем так Ниже 3 дБ, уже там она мало что играет И на минус 10 Это уже там в 10 раз меньше мощность Поэтому, конечно, для лучших цифр выгодно показать по минус 10 Но вообще-то нормально акустика играет до минус 3 А дальше уже слабо она играет Поэтому я использую минус 3 дБ Что мы будем использовать в работе с программой по расчету Итак, дальше мы идем вот сюда Вот оформление Здесь программа уже имеет некоторые рекомендации По оформлению Закрытый ящик и фазоинвертор Но этот динамик, он находится где-то между ними Так как мы сейчас делаем учебные вещи То возьмем простую вещь Это закрытый ящик Закрытый ящик Здесь можно задавать различные объемы корпуса Например, возьмем для начала какую-то величину, допустим 5 литров, например Жмем кнопку нарисовать Видим график АЧХ У него получился выброс На частоте где-то 130 Гц И выброс плюс 3 дБ В общем, когда конструируете ящик Закрытый ящик То по возможности лучше, чтобы такого выброса не было Потому что это приводит к бубнению Чтобы уменьшить этот выброс И получить полосу пониже То можно объем ящика увеличить Сейчас у нас по минус 3 дБ Полоса получается 80 Гц Это не очень круто Попробуем увеличить объем Допустим, поставить 10 литров Нарисовать И теперь видим, что выброс стал маленький А полоса по минус 3 дБ Она теперь у нас составляет Сколько? Уже 70 Гц А было 80 Гц Так что это 10 литров дает лучший результат Ну давайте попробуем еще улучшить результат Делаем 20 литров Теперь выброса почти нету А по минус 3 дБ Мы имеем уже 63 Гц Да, 63 Ну хорошо А допустим, можем мы еще этот результат улучшить Делаем 40 литров График 40 литров Он уже даже не то, что не имеет выброса А уже начался некоторый завал На частоте 100 Гц у нас уже почти минус 1 дБ Но при этом минус 3 дБ Она примерно на такой же частоте получается Хотя нет Да, да, 63 То есть вот точка пересечения 20 и 40 литров То есть отсюда можно сделать вывод Что 40 литров это уже избыточный объем Он уже не дает существенного улучшения В качестве звучания Поэтому можно остановиться где-то на 20 литрах Или может быть чуть меньше Если 20 литров для вашей конструкции Это слишком большой размер ящика Вот Ну вот таким вот путем Можно подобрать объем закрытого ящика В принципе в этой программе Есть автоматический подбор По разным критериям Например по уровню максимально плоская АЧХ Баттерворд Вот она дает 37 литров Или вот Например максимально демпфированный А нет стоп Баттерворд 37 литров Максимально демпфированный 35 литров В общем она дает 35-37 литров Но я бы сделал ящик 20 литров Потому что он уже практически плоский По минус 3 дБ он дает примерно Как 40 литров Разницы особой нету И это такой оптимальный объем Может быть даже я чуть поменьше бы взял 15 литров Вот А дальше Уже объем Полученный объем этого ящика Нужно будет перевести Ну геометрические размеры Это Просто нужно найти Соотношение сторон Такое Которое дает В результате 20 литров Примерно так Как я давал в прошлом видео Сейчас я это рассматривать не буду Так как это было рассмотрено раньше Ну вот как-то так